И всем привет! Вы на канале Vedroid Gaming. Меня зовут Александр. Сегодня мы посмотрим новенькую игрушечку. Называется она The Might Quest for Epic Loot от Ubisoft Entertainment. Это будет полноценный первый взгляд. Я её ещё не смотрел, но мне приглянулась вот эта вот аватарочка. Ведро с глазами и ещё и с бровнями. По-моему, клёво, да. Игрушка должна быть весёленькая. Забралась она в топ-2 бесплатных голплея, что не может не радовать, в принципе, да. Прям по игрушечке, что можно посмотреть. Картиночки в первую очередь. Добить или добыть? Спрашивает у нас разработчик. Замечательно. Из грязи в герои. Страшные боссы нам не проблема. Создайте своего грабителя. Возглавьте PvP Arena. PvP-шка есть уже хорошо. Крутой шмот врагов разобьёт. Сезон номер один. Короче, по сезончикам разделено. То есть надо прям спешить заканчивать его, потому что скоро второй, наверное, будет. И вот сам геймплей. Что он из себя представляет, я понятия не имею. Тут есть какие-то три кнопочки. Надеюсь, автобоёвки нет. Посмотрим, короче. Что-то вроде напоминает мне Властелина колец тени войны мобильного. Средняя оценка 4.2, геймплей 2.4, 2.4, 2.5. Короче, вроде норм. Только геймплей что-то пугает меня. Игра отличная, динамическая, лёгкая в обучении. Но зачем добавлять автобой, если он ужасно работает? Короче, автобоем лучше не пользоваться. Окей, поехали. Вроде больше всё, да? Всё посмотрели. Погнали. Довольно долгая загрузка. Я, наверное, подожду ещё. Оп-оп-оп, тут началась история. Король-грабитель отправился на поиски чего-то там. Я не успел прочитать. Прошло немало времени, и его трон всё ещё пустеет. Говорят, кто завладеет самым ценным сокровищем, станет новым королём-грабителем. Офигетительная история. Не за этим ли отправился наш герой? Или кто там? Если так, значит, он бродит по мрачным замкам Апуленции. Какое прикольное название, блин. Миллионы юных грабителей собирают самый масштабный что-то там. Сможет ли ты найти короля или предпочтёшь занять его трон? Конечно, его трон. Короче, понятненько всё. История закончилась. Нажимаем дальше. Нам тут подсказывают, умения восстанавливаются, когда ты атакуешь врагов. Замечательно. Так, поехали. Ух ты! В рядах грабителей пополнения. Надеюсь, ты не умрёшь, как твои предшественники. Да, конечно, я не умру. Так, как бегать? Для начала я научу тебя основам. Окей. Управление. Для правой или для левой? Давайте для правой. О, господи. Ясненько. Джойстик у нас снизу. Максимально простое управление. Такой диаблойдик получается. Однорукий диаблойдик. Кому-то, может быть, понравится. Что-то подобное уже играл. Нет, на Властелина колец не похоже. Тут автобоёвки нет вообще. Не знаю, по громкости нормально нет. Что нам подсказывают? Коснитесь и удерживайтесь, чтобы передвигаться. Ну, понятно. Мы кур бьём тем временем. Ну, график прикольный, да. Из-за того, что вертикальное расположение камеры вроде даже не сильно напряжено. На телефончик. Тут ждёт, наверное, вас история про то, что в неё можно играть в автобусе в каком-нибудь. Но я её опущу. Третий этаж. Мы, короче, данж почти что прошли. Вот, Босяра вылез. Надеюсь, у него есть какие-то... Крушащий Карл, блин, жесть. Надеюсь, тут есть у него какие-то скиллы, от которых надо убегать, мать его. Да. Ну, по-классике, короче, его сумонов вызвал. Прикольно. Убегай! Заполняется как в этом, короче. Не, прикольно, мне нравится. Как, блин, Тельбион онлайн. Там также сначала рисунок, контур показываем на ОЕшке, либо лужа, а потом она заполняется и жахает. Мы достали какую-то карту. Прикольно. А где моё ведро? А, нет, ведро мне квесты даёт. Окей. Я хочу себе ведро. Ведро и гейминг, там, ведро. Ну, вы поняли. Короче, сегодня я хотел записать кучу видосов. У меня начальство в отпуске. Я думаю, блин, халява. И тут мне другое начальство закидало столько работы, и, короче, что просто капец. Время уже. Конец рабочего дня, я только первый видосик хотел снять. А вообще по планам три или четыре было. Вот так вот, да. Первая награда нам дали какие-то коксталики, ключики. Уровень повысился, все счастливы. Да. Магазин нам открыли. Крушащему Карлу конец. Мы свободны, как по мне. Он был ужасным. Короче, мы из тюрьмы убежали, что ли? Жесть. Ведите имя. Это мы быстренько. Телефон всё знает. Гаймен. Ладно, давайте без... Просто Г. Окей, приключения. Испытание арена. Звучит неплохо. Это даже так... Магазин. Ну пока некуда жать, просто заходим. Энергия есть, это печально. Не люблю энергии. Загрузочка прошла. О, в лесу в каком-то. Убежали из тюрьмы, бегаем по лесу. У нас есть какой-то скил, смотрите. А дотянусь ли я своим большим пальцем до этого скилла? А, тут можно передвигаться ударами. Прикол. Интересно, тут много классов? Или только вары? Жесть какая. Не, ну понятно, что тут минимум тактики какой-то. Больше по варгирам своим проходишь. Но, тем не менее, вроде даже интересненько. Стоишь, лупишь в одно место. Вот она эволюция мобильного гейминга. Игры всё проще и проще становятся. Но, тем не менее, вроде даже интересненько играть. Вон, куры всякие нападают. Давай. Игра для одной руки, но я всё равно две использую. Потому что у меня палец до скилла не дотягивается. Какая-то очень... Музыка непонятная играет на фоне. Надо её убрать, наверное. Потому что у вас в колонках сейчас чёрти чё творится. Не, ну, в принципе, с игрушкой можно заканчивать. И в каких-нибудь успеть в полицаев поиграть. Потому что я понял, что это... Типа, последняя волна такая. Ну, сейчас со скилла всех вынесем, да и всё. Ну, почти вынесли. Ну, надо посмотреть, что тут ещё есть. Там аренка, не аренка. Как тут ПВП идёт, это вообще непонятно. Как шмот меняется. Ну, надеюсь, шмот тут видоизменяется. То есть, каску одел другую, каска поменялась. Либо меч взял другой. Ура! Наша награда. Потише немного сделаю всё-таки. Так, у нас есть лут. Сейчас нам покажут, как его одевать. Это что такое? Отлично! У тебя есть новый элемент снаряжения. Сперва выбери одну для установки. Ну, давайте, наверное, рубаха установить. Давай установим элементы снаряжения другим. Окей, давай. Щит. Нам дали круглый щит. Да, щит поменялся. Мне это нравится. И броня другая оделась. Надеюсь, их много видов. Остался один элемент. Но я нажал. Труселя заменили на штанцы. Замечательно. А меч? Так, сейчас мы, наверное, за мечом пойдём. Я бы ещё хотел в магазинчик зайти. Вот это вот обучение, конечно, хорошо, но... Так, ты отлично справляешься с монстрами. Чё за... Хе-хе, монстры вроде тех, что нам повстречались, украли у меня все пожитки. Я едва успел спрятаться в верхней камере. Я растерял все свои пожитки. Прошу. Окей. Борчики, я слышу рёв подобных тварей. Окей. Мы опять возвращаемся в тюрьму, скорее всего, да? За пожитками идём. Короче, квесты есть. Какой-то минимальный сюжет есть. Это прикольно. Ну так, более-менее, наверное, громкость лучше. Фига, там чувак с щитом. Это чё сейчас было? Давайте эту фигню ещё разобьём. Тут, интересно, камбари есть какие-нибудь? Скилл больше даже защитный, а не атакующий. То есть мы раскидываем всех врагов. И нам от этого хорошо. Наверное. Так и чё такое? Просто повозка? Окей. А не бить-то меня будут, нет? А ну вроде бьют. Примерно я как-то так представляю все MMORPG, которые есть сейчас на андроиде. Это ты идёшь вперёд, нажимаешь одну кнопку. Но здесь это всё минималистично и не орёт тебе на каждом углу, что идеальная MMORPG нового формата или классическая MMORPG. Вот эти вот все MMORPG всякие там, а я уже забыл их название. Вот они примерно плюс-минус вот такие вот. Все сундуки найдены. Это основной квест был. То есть бежи, беги вперёд, нажимай одну кнопку. Ну давай. А, всё вот так вот ударило и всем пофиг. Фига-та ещё какая-то за мной летает. А про неё мне ничего не рассказали. Ну тут вроде ничего нет. Ладно, запрыгиваем. Опа. Второй этаж, я думал, только один будет. Ну давай, босяра. Нет, тоже большая волна боссов нет. Жалко. Потому что с боссом более-менее интересно играть. У него там есть какие-то скиллы, вот как у этого, допустим, да? Он хотел в меня, наверное, рывок сделать, но не успел. Вот и всё. Ну может, железный меч нам дадут? Хотя что-то там выпало, видели, в самом конце. Наверное, как раз наш меч. Так, вот это да, тебе удалось добыть редкие ключи. Они открывают редкие штуковины, зуб даю. Я покажу. Окей. Редкий сундук. В редких сундуках спрятаны древние сокровища. Окей. Понятно. Жмём. Чтобы открыть редкий сундук, нужно 5 ключей. Жесть. А зачем 5 ключей у него? 5 замков, что ли? Ну, вроде один. Ну, ладно. Щит 7-го левела. Ничего себе. Да, всё как обычно. Открываешь первые кейсы, тебе дают какую-нибудь крутую фигню. Ну, ладно. Давайте выйдем. Ключей больше нет. Так, бесплатный сундук какой-то прям эпический. Ладно. Не дают нам эпический сундук. А как их сравнить? Вот. Короче, всего больше, это хорошо. Забираем. А этот, что можно с ним сделать? Улучшить. Улучшить я не хочу. Ну, давай улучшим. А, вот так вот. Ну, короче, понятно. Ничего не пропадёт без дела. Весь старый лут можно запихивать в новый. У нас будет щит в щите. Осталось монитор только сделать. Короче, тренировочка у нас подходит к концу. Это, наверное, главный босс. Что-то там базарят непонятно. Что, ладно, поехали. Сложность нормальная. Ну, пока я ничего не могу сделать, так что просто нажимаем бой. Ну, короче, можешь, да, создать конкуренцию эту игра. Какой-нибудь там линейдж второй, революшн или ещё какой-нибудь фига тебе. Потому что то же самое всё. Бежим вперёд, нажимаем одну кнопочку. Никаких там резистов, специальных умелок. Ну, который там механик. Стреляешь одним скилом, потом другим, чтобы продамажил третий хорошо. Нет, поэтому конкуренцию линейки какой-нибудь составить точно. Или Даркнессу этому. Не успел убежать. Заговорился. Ну-ка, давай. А сейчас что? Блин. Нет, скорее всего, это просто направление его показано. Хотя... Убегай. Да, блин, не успеваешь убегать. Надо его как-то кайтить, может. Да ну тебя нафиг. Дайте мне хилку. Может, по сюжету так надо? Сейчас скажешь. Ты такой плохой. Потерпит миссию, да. Тут один босс был. Чё, не жалко покинуть. Если чё, заново начнём. Вот ну босра на первом боссу слился. Как обычно, короче, всё у нас, да. Не, короче, это нифига не по сюжету. Это я ну босран. Надо сильнее его бить. Окей, погнали. Время идёт. За время тоже, наверное, дают какие-нибудь бонусы. Окей, собак. Так, сейчас мы тебя лилипуд ларим. Ну да, ты лилипуд. По тебе видно. Фига два, блин. Вот нет. Ну понятно, короче. Побил. Убежал. Бьёт он хорошо. Но мы тоже неплохо бьём. Ну так-то он жёстко бьёт, блин, по сотке. А, бежать! Ещё и стунет. А чё, если сделать вот так вот, децк? Ладно. Ну, короче, скиллы тоже буду нажимать. Да камон, блин, чё такое? И всё, и 19 хп. А убежать-то некуда, он меня сейчас ваншотит. Может, гирскор не хватает? Ну, блин, он по 118 бьёт. У меня всего лишь 400 хипов. Бесплатно живить. Ну, давайте бесплатно живим. Сейчас мы тяну суём. 800 хипов у меня. Ну, наверное, на это и за расчёт. Что надо бесплатно оживиться. Посмотреть, как оживляемся. Ну, короче, изи-бризи, да. Руну возрождения использовали какую-то по-любому. Либо один раз можно оживляться. Потому что в этом... Какую-то игру я, короче, играл. Тоже один раз можно оживляться бесплатно. Ну, чё, продолжать пинать будем? Нет? Вроде у нас энергия 39 из 32. Однако. Третий левел, ура. Максимальная энергия повысилась. Далее нам дали энергию. Отравляет врагов перед тобой. Нанеся 100 от твоего ОВС. Далее, окей. Траву нам дали. Пока это ещё не всё. Тут ещё что-то есть. Что такое? А, достиженьки. Понятно. Завершить действие 1. Тяжелой экстрим. Норма. Понятно. Достижения своеобразные. Погоди-ка, эпический сундук тут у нас есть. Капец. Просто бесплатный. Сейчас нам фиолетовая хренька-нибудь упадёт. Или вообще эпическая. И нам дали танкомон, да? Это потрясающе. Даже страшно к нему прикасаться. Что это такое-то вообще? Расскажи мне, что это такое. Шлем одичалова. Окей. Давайте его оденем. Посмотрим, как мы выглядим. Блин, я хочу ещё бесплатный сундук одеть. Так, меч новый есть. Замечательно. Перчаточки новые есть. Замечательно. И шлем одичалова. Вы понимаете, нет? Ну, короче, сетик нам дали. Полностью весь. Подходит. Серый-серый-серый. Замечательно. Так, письмо. А, теперь от безмозглый огур, тыры-пыры, чики-брики. Да. Открытое действие 2. Лорд-маг ведрон. Прям про нас. Отлично, тыры-пыры. Ладно, давайте ещё одну стадийку сделаем. И, наверное, всё. Возможно добыча, убить всех, пройти замок. Три минутки нам дают на всё про всё. Короче, стадия довольно-таки должна быть большая. Если три минуты дали, то... Потому что предыдущие меньше, чем за минуту проходились, да? Так, а время-то уже идёт. Давайте побежали. А, это ещё лучники. Я думаю, что они не подходят ко мне. Сплэш такой... Прикольно, прикольно. Вы видели, сколько у меня здоровья теперь? 5К! Может, мне должны были дать этот... Ну, шлем, который даёт много хипов до босса. Тогда было проблем меньше. Ну, вот этот скилл сейчас меня только задерживает. То, что у меня вроде сплэш есть, а я их всех раскидываю. А здоровье, интересно, восстанавливается, нет? Да прекрати этот скилл нажимать! Палец! Вот это неплохой скилл, да. Ну, что-то вроде оно растёт. Или не растёт? Не, не растёт. Это печально. Так, минута уже прошла, надо бежать. А сколько этажей, интересно, тут? На вам, соплями! Хе-хе-хе! Не, игра прикольная, я оставляю её по-любому на телефоне. Не знаю, сколько она вешает. Придётся, наверное, что-нибудь удалить, какой-нибудь блиц. Бежать! Чё орём-то? На, пока отравись, пока я того бью. Так, куда бежать? Вниз, вверх, вверх. Минута осталась, надо быстрее, три пацана. Ну, давай, тормози ещё тут. А где три пацана-то было? Может, наверху? А тут 11. Я-ка вот пропустил, короче. Не выполнили мы задание. А чё по защите, кстати? Я так и должен лицом торговать? Или есть какие-нибудь бубли? Ахилочки? Ну, вроде прошли, вроде не прошли. Непонятно. Сейчас посмотрим, сколько нам квестов зачтут. Итак, наградка. Перчатки. Замечательно. Какие-то огненные. Из того же сета, что и эти, да? Маска моя. Шлем. Так, тыры-пыры. Чё истекать через день? Получить всё. Чё нам дали-то хоть? Обзор наград. Я ничего не понял. Ну, да ладно. О, да. Вот это хочу аватарку я. Open Chest. Торжественное открытие. Отрази основных хранителей. Осталось два дня. Из грязи в герой. Или путь к успеху для чайников. Королевская тень. Откроется через седьмой уровень. Вот это первый, короче, этот эпизод. Сезон. Ну, давайте эти два ещё посмотрим миссии. Хочешь зайти на вершину? Заверши миссии. Покажи, кто в опуляции босс. Опыт. Не, ну я тут, конечно, сейчас лососнул, наверное. Давайте сначала всё поставим. Тут можно поставить лучше перчаточки. А если мы их улучшим? Матерь божья, что я сделал? Нет. Перчатки будем перчатки засовывать. Так, до седьмого левела можно их качнуть. Так и сделаем. Я же качнул их до седьмого левела. Сплавить. Но деньги вроде есть. Окей, что нам дали? Непонятно. Ладно. Перчатки прокачали. Щит прокачали. Шлемак. Это что такое за неф? Это мне, наверное, из этого дали, да? А, это мой спутник. Спутник мой, спутник. Бараж закрыт. Чувак закрыт. Установить. Хочу вот этого пацана, да. Не знаю, что он делает, но пусть будет. Новый скилл. Ну, у меня они стоят уже. А их улучшить можно? Улучшить ещё можно. За что? За какие-то карты? Не хватает валюты. Окей. А, всё за валюту. Ну, я понимаю, на чё тут будет донат. И, скорее всего, он будет тут конский. Ну, да ладно. Почему бы и нет? За первый день нам дали штаны какие-то. Смотрите, новые штанцы зелёненькие. Давайте их оденем. Торжественное открытие. Ну, ладно. Уговорили. Погнали. Или отцам нажал? Вперёд давай уже. Одолей вдову Венди. А, так это квест, что ли, или чё? Я не понимаю, чё происходит. Нет, спасибо. Я хочу бесплатный сундук открыть. Ещё за рекламу можно один открыть. Награда Х2. Давайте Х2 сделаем. Люблю Х2. Да, вот прэки, вот я игре говорю, который, блин, мега супер крутой синематик видос. Какой-то где там пацаны орут в камеру. Ну, чё ты там делай, а по факту то же самое, только, блин, более крутой графикой. Лоу. Хотя и мувик тоже беспонтовый. Зацикленные какие-то кадры. Чувак весь мувик одевает в шлем. Лоу. Ладно. Так, чё, идёт уже всё, да? Я не сам с собой разговариваю. Выйдем. Так, как попасть в события вот в эти вот самые? Или это просто квесты? Мне надо... Так, получить. Я люблю получать. Окей. Ничего, чё-то... Я, короче, все БЗшки выполнил. На этом, наверное, всё, да? Хе-хе. Так, приключения. А где я видел эту штуку-то? Я где-то её видел, блин. События, вот. Торжественное открытие. Врата Апулетции наконец открыты, да? Авария. Всемогущего вилла надо убить. Разбитые яйца, дарей старости. А как его удаливать-то? Это типа как квест, что ли, или чё? Да? Почему ты всё время в магазин заходишь, чувак? Ладно, давайте из грязи в князе. Да, это получается просто эти, квестики. То есть, никаких особых миссий тут нет. Просто нам говорят, улучши таланты, и ты вот это вот всё выполнишь. И в конце тебе что-нибудь дадут. И осталось на всё это, нифига, а на всё это два дня. Ну, не знаю, буду ли я это делать. Пароваться. Такие вот дела. Так, герои ПВП всё закрыто. Четвёртый левел. А, кстати, смотрите, скоро будет четвёртый левел. Давайте испытания ещё посмотрим. Разочек пробежим чего-нибудь. Ну, давайте вот этот. Автопобеда есть даже. Жесть. Ну, это как в этом. В Властелине колец тоже. Можно фармить, фармить, фармить. Если ты прошёл, просто нажимаешь фармить, тебе ресурс падает. Лол. Значит, это знаете, что означает? А, что кучу надо ресурсов, чтобы зафармить топовый шмот. Я там тонны чего-то там помню закручивал, чтобы что-то там достать. Ладно, давайте пойдёмте помесимся. У нас есть крутые скиллы. Опять эти стрёмные лучники, которые долго убиваются. Сморкнулся только в них. Ну, заглушки по гиру точно тут будут. Как Властелине колец. Я прохожу, прохожу, прохожу с закрытыми глазами, потом бец, и всё, я не могу пройти. Здесь то же самое, наверное. Хотя, блин, я первого босса-то не мог пройти. Ну, от рук тоже, видать, зависит что-то. Ну, конь у меня просто опасный. Смотрите, как он бежит. Ну, вот вообще не туда-то стрельнул, чувак. Дайте мне сундук. Сундук дайте, говорю. Спасибо. Карту какую-то дали, замечательно. Так. Налево пойдёшь. И что-то найдёшь, да? Ну, ладно, давайте. Сундучок. Все сундуки найдены. Замечательно. Ну, что за прелесть. Продолжаем. Подлагнуло у меня немножко видосик. Ну, ничего. Вы мало что пропустили, на самом деле. Потому что геймплей тут такой себе, да. С боссами ещё интересненько. А вот просто вот этих вот пацанов бить. Ну, такое. Как тут одной рукой играть, когда палец не дотягивается? На какие-нибудь айфоны маленькие рассчитаны. Хотя у меня телефон тоже не сказать, что большой. Так, что там лежит? Это факел. Это можно разбить? Нет. Ну, ладно. Ну, графика мне нравится, да. Прикольно. Чисто как в альбиончике, в принципе. Только более кислотное. Второй этажик. И тем временем у меня 2-3 хипов осталось. Что, в принципе, лол. Нормально. Всех зацепил. Ну, вроде живём. Так, 10, 11, 12. Вот это последнее всего. Это ГГ. Так, левел апнем, нет? Посмотрим сейчас испытания. Надеюсь. Надеюсь, это не просто квесты. Если просто квесты, то мы уже, наверное, просто закончим, да. Просто квесты, это понятно. Так, где мой левел? Уровень завершён. Да, четвёртый левел взяли. Дали много энергии. Как бы её всю потратить теперь? Создаёт чёрную дыру, которая затягивает ближайших врагов в центр и наносит 8,33 урона в секунду. Замечательно. Топор дали. Прикольно. Так, испытаньки, 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 испытаньки. О, господи, кузница. Развить. Шо ты хочешь развить мне? Типа вторую звезду. Окей. А ну чё развивать-то? О, мне дали бесплатную штуку. Ну ладно, спасибо. Халява, это круто. Да, две звезды есть. Миссии. Испытания нам сами показывают испытания. Прикольно. А, так. Замки, камни, развитие. Осталось две попытки. Жискать. Окей, погнали. Попробуем замок 1. Вперёд за добычей. Должно быть в принципе просто, потому что это всё-таки в обучение входит. Ну посмотрим, посмотрим. Как всё тут радужно и весело. Так, а здесь нифига. Время ограничения нет, так что можно потупить. Окей. Ну короче, испытания ничем не отличаются, чем квесты обычные. Ну стадии в смысле. Только атмосферой, антуражем. Главное жить. А тут мобы и кончаются вообще, нет? Ну пока вроде терпимо, да? Блин, чуть ли... Карта какая крутая выпала. Да. Немного не туда подстреляем. А тут мобы, наверное, бесконечные, да? О-о-о-о. Вот это было жёстко. Убегай, блин! Чё стоишь-то? Ё-па-расоты. Ну, вроде закончилось. Испытание, ну ничего такого сложного. Но мобы были уже со скиллами. Это прикольно. Ну короче, понятно. Какой-то серьёзный, суперсложный левел, который идёт по уровням. Всё сложнее, сложнее, сложнее. И потом с попытками сограниченными, да? Потом дают нам что-нибудь вкусненькое. Ясно всё. Клёво? Клёво, клёво. Игрушка, в принципе, прикольная. Я её пока что, как сказал, уже оставляю. Буду рубиться. Если вам интересно прохождение, что, наверное, вряд ли всё-таки, то можно будет вернуться к этой игрушке потом. Вот нам дали два щита, которые нам тогда дали на халяву. Десять. Окей, далее. Ещё раз. Не хочу я далее. Замок два, замок пять и так далее. Ладно, понятненько. Время уже много. Затянули мы, наверное, с этой игру. И я думал, вообще минут 15 потрачу. Время уже 41 минутка. Так что пока что на этом всё. В следующий раз, наверное, завтра у меня будет работки уже поменьше. И я сделаю, что хотел. Это куча видосов. И в первую очередь АОС Чемпионс, да. Сегодня ещё над переводниками посижу, посмотрю карты. Как там? Чё выглядят, чтобы не тупить. И завтра порубимся за орков, да. Как-то так. А так, всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. И я пошёл домой. Ура. Хе-хе.